Берем, берем! Боих на берем! Отвороти! По очереди! Отвороти! Щёлковские дзюдоисты на занятиях у знаменитого тренера Джумбера Абуладзе. Что не спортсмен, то чемпион. После длительной самоизоляции тренировки возобновились. Ребята приходят в нужную форму. Второй год подряд спортивная общественность Щёлкова присуждает Джумберу Алишаевичу звание тренер года. Во-первых, приятно, что ребята хорошие, молодцы. Естественно, по итогам их выступлений я становлюсь лучшим тренером. Это не только моя заслуга, это заслуга всей нашей команды. Четвёртый год подряд воспитанники муниципальной спортивной школы, в которой работает Джумбера Абуладзе, в составе сборной побеждают в командных первенствах Московской области. Причём во всех возрастных группах до 18, 21 и 23 лет. Семеры выступают за сборную России на чемпионатах мира и Европы, занимают призовые места гран-шлема и гран-при. Явный лидер – Яго Абуладзе, сын Джумбера Алишаевича. В 2019-м Яго завоевал гран-при на турнире мировой серии в Ташкенте. Схватка с действующим чемпионом Азии, японцем Когой, общей сложности длилась 12 минут. К четырём основным судьи прибавили восемь дополнительных. Отличился и Вячеслав Крючков, одержавший победу во всероссийской спартакеаде. Но сам тренер утверждает, что любимчиков у него нет. Если тренер, у него есть любимчик, я считаю, что карьера этого тренера закончена. Он должен любить всех. И любить как своих. Тренирует Джумбера Абуладзе и парней, и девушек. Яна Жилкина – победительница и призёр первенства и Кубка России. Олеся Талантарова – третий призёр России и призёр Кубка Европы. Опытный наставник нашёл к девушкам свой подход. С пацанами немножко попроще мне, а с девками чуть-чуть сложновато. Да, но они зато, если возьмутся, возьмутся до конца. Так и пацаны. Медалей нет, не написано женской или мужской. Успех любого спортсмена заключается в трудолюбии, убеждён наставник. С такими и горы свернуть можно. У Абуладзе в группе ненапористых нет. Самый большой талант, я считаю, это трудолюбие. Если при этом и присутствует цел, то можно многого добиться. А так, конечно, ответственность растёт. Всегда сложнее удержать, чем завоевать. Отсутствие тренировок из-за пандемии стало для спортсменов серьёзным испытанием. Потери набранной формы равнозначны проигрышу в схватке. Возобновились они неделю назад. В сложившейся ситуации Абуладзе решил действовать творчески. Идёт психологическая работа ежедневная. Тренировки сделали немножко разнообразнее. Потому что, если ты всё время занимаешься и без выхлопа, без соревнований, тяжело будет. Кризис рано или поздно закончится. Надо выходить из кризиса сильным и духом победителя. После затянувшейся паузы юные атлеты изо всех сил рвутся на соревнования. 1 августа. Спартакиада учащихся. 2-го должен состояться чемпионат Московской области. В сентябре открывается сезон международных турниров. Урожай, ждём хороший. Дебята настроены, желание есть. Работа видит их, кипит. Поэтому надежда есть. Михаил Налётов, Сергей Василевский, Щёлковское телевидение.